13 марта в полдень на центральной площади города Ханты-Мансийска состоятся народные гуляния. Бояриня-масленица, русская красавица. Подробности узнаем от организаторов гуляний. У нас в гостях Кристина Зайцева, менеджер культурно-досугого центра «Октябрь» и Владимир Нургалиев, артист культурно-досугого центра «Октябрь». Здравствуйте, ребята. Доброе утро. Сейчас идет подготовка к народным гуляниям, которые состоятся 13 числа, в воскресенье. Что это будет за праздник? Кристина, расскажите подробнее, что ждет гостей. Мы бы хотели от лица культурно-досугого центра «Октябрь» пригласить всех жителей и гостей города Ханты-Мансийска 13 марта в 12 часов на центральную площадь. Что ждет? Это, конечно же, потешное театрализованное представление, которое поднимет настроение всем гостям, принесет праздник в их души. Затем это работа интерактивных площадок. Их будет всего 18. Самые известные это «Царь-блин», «Перетягивание каната», «Бои на подушках», «Бег в валенках» и многие-многие другие. Интерактивные площадки подготовлены совместно муниципальными учреждениями культуры, образования, спорта и молодежной политики. Любой желающий, и мальчики, и девочки, и взрослые могут поучаствовать и получить море позитива и удовольствия. Давайте узнаем про площадки. Вы сказали «Царь-блин» что это такое? И что вообще подразумевает? Что нужно делать будет? Что нужно будет делать? Допустим, некоторые площадки. Допустим, «Перетяни масленицу» будут две команды, которые будут перетягивать канат, в середине которого будет изображено лицо масленицы. Ну, самый атрибут главной масленицы это «Блин», поэтому там будет «Блин», улыбающийся всем и смеющийся. Нужно будет перетянуть его. И та команда, которая перетянула, естественно, приблизила всех нас к встрече весне. Бои на подушках, это, естественно, два главных героя, которые начинают на бревне биться на подушках. И тот, кто упал, естественно, проиграл. Лузер. То есть все в лучших традициях русского фольклора. Владимир, вы вот пришли к нам в костюме. Что он значит? Что вы будете делать в рамках гуляний? В рамках гуляния мы будем проводить старинную русскую традицию. Это захват снежной крепости, в которой будут участвовать как зрители, как гости всей масленицы, так и, так скажем, богатыри русские. И вот как в костюме, к которому я пришел, богатыря, будут захватывать снежную крепость, окончанием захвата которой будет сожжение чучела масленицы. Ну а захватывать крепость, как это? Что под себя это подразумевает? Ну-ка там, слезай, слезай отсюда. Ну, снежный бой. Так. И забираются на эту снежную крепость, на вершине которой стоит чучела масленицы, в конце его поджигают. Согнать нужно будет цвета зимы. Но у русских богатырей изначально, наверное, больше шансов победить. Конечно, у них же есть оружие. Я имею в виду, мечи. Ну, еще весна, они на стороне весны, чтобы победить зиму, чтобы наконец-то настало тепло. А какие-то новые конкурсы, может быть, чем-то этот праздник необычен, ведь он каждый год проходит. Может быть, что-то связанное с тем, что выпало на воскресенье, да, прощенное. На прощенное. Как-то это отражено. Вообще, изначально это мероприятие вообще традиционное. В этом году новшеством, конечно же, является то, что зрители на центральной площади могут не только смотреть театрализованное представление, но и сами участвовать в масленичных хороводах, которые будут организовываться на центральной площади. Также это, конечно же, новая концертная программа от коллективов культурно-досугового центра «Октябрь». Пораду зрителя и сценические костюмы. То есть песни, танцы, может быть, даже установлен какой-нибудь мега-хоровод, рекордный хоровод. А что значит «блинный хоровод»? Вот чем он отличается от обычного хоровода? После него ручки сальные остальные. Вообще, масленичные хороводы в этом году это новинка нашего города. Это будут созданы огромные хороводы, состоящие именно из зрителей, которые будут сопровождаться русскими народными песнями, чтобы активизировать зрителя, создать им положительное какое-то настроение. Я как человек, любящий покушать, но я думаю, по мне это не видно, будут ли угощать блинами? Для тех, кто тоже хочет прийти на площадь и думает, вот блины будут и 100% пойду. Предусмотрена работа торговых рядов, где каждый может попробовать вкусные блины и отведать горячего чая. Мне кажется, также может принести с собой блин и угостить первого встречного. Это хорошая идея. Ну, то есть, это все будет за отдельную плату угощения. А вот люди, которые участвуют в конкурсах и побеждают, что им достанется? Ну, вообще будет работать, наверное, самый известный аттракцион, вообще масленицы, это масленичный столб, где смелые, сильные мужчины города Ханты-Мансийска могут побороться за ценные призы от культурно-досугового центра «Октябрь» и русское радио в Ханты-Мансийске. Поэтому они, все желающие, могут поучаствовать, призы их ждут. Спасибо вам большое. У нас в гостях были Кристина Зайцева, менеджер культурно-досугового центра «Октябрь» и Владимир Нургалеев. Артист, мы приглашаем вас, друзья, на масленичное гуляние 13 марта в воскресенье. Марта, на центральной площади города Ханты-Мансийска. Всем, кто готовит народное гуляние, мы желаем ни пуха, ни пера, а всем тем, кто отправляется путь ни жезла, ни гвоздя.